Здравствуйте, с вами автосалон Формула Авто. Сегодняшний выпуск мы хотим сравнить для вас автомобили Hyundai Polisade 2020 года и 2022 года в рестайлинговой версии. Оба автомобиля оснащены двигателем 2.2 дизель, 80-пенчатой коробкой, полноприводные. Комплектация каллиграфии. Посмотрим, чем же они отличаются друг от друга. Линии стали более грубыми, не такие плавные. Решетка радиатора в тандеме с поворотниками добавила брутальности. При открытии мы видим то, что поворотники в едином ансамбле с решеткой создают видимость некого аллигатора, затаившегося перед охотой с желтыми глазами. Дневные ходовые огни сместились на внешнюю сторону и стали более прямыми. Три линзы также остались. Ближний и дальний свет. 2020 года версия. Несколько проще, нежнее, линии плавные, но не менее симпатичный вариант именно в комплектации каллиграфии. Перейдем к интерьеру. При открытии двери сразу видно световой ковер, двери. Вспомогательные пороги. Внутри оснащен двумя жидкристаллическими мониторами. Климат-контроль трехзонный, обдувая, подогрев сидений, подогрев руля, дверные карты, отделка кожей, ромбиками. Кожа, естественно, премиальная NAPA. Капитанские сидения, также с обогревами, с обдувами четырех сидений. Климат-контроль. Розетки 220-12 вольт. Два люка. Шторки на дверях. Отличная комплектация, отличные материалы. Отделка потолка, что-то подобное замша. Третий ряд сидений с электроприводом. Двенадцать вольт розетка. Плафон на крышке очень удобен. Хорошо освещает багажное отделение. Регистратор установлен дополнительно. И заключительный такой момент. Это раздвоенная выхлопная система. Отлично смотрится. Кузов, в принципе, изменениям никаким не подвергся. Единственная крышка багажника оснастилась дополнительной опцией. Далее вам покажем на рестайлинговой версии. Огни заднего света вместились ближе к центру. Итак, давайте перейдем к автомобилю в рестайлинговой версии. При открытии мы видим ручка оснащена сенсорной клавишей. Модель 22 года. Также нас встречает цветовой ковер обновленный уже. Прерывистые линии сменили. Сплошные тонкие дверные карты также отделаны кожей, но уже с другим рисунком. В водительское сидение. Добавилось массаж и очень удобная добавилась функция атаманка. Пассажирское сидение также исполнено с атаманкой. В тандеме с содержанием в полосе и активным круиз-контролем на дальние расстояния добавят комфорта. Давайте посмотрим на климат. Стал более интерактивным. Сенсорные клавиши остался также трехзонным. Все без изменений. Дефлекторы стали ровными с параллельными прямыми. Добавилась строгость в дизайне. Сзади также климат. Раздельные сидения атаманки. Обдува подогрева сидений. 220 розетку и 12 вольт. Сторки. Два люка. К сожалению не объединили единую панораму. Крышка багажника оснащена камерой. Регистратором уже с завода. Дополнительный стоит устанавливать. Плафон крышки багажника сместился. Добавилась сенсорная клавиша включения. И очень важно для пассажиров третьего ряда добавилась опция подогрев сидений. Третий ряд в Hyundai Polisade очень комфортный, вместительный. Можно сказать полноценный. Теперь еще и теплый. также остались электроприводы сидений. 12 вольт. Розетка в багажнике. Огни заднего хода, о чем мы говорили, сместились к центру. Дополнительно что можно отметить. Обновленный Polisade приобрел функцию помощи при парковке. Чего не хватало в предыдущей версии двадцатого года. Если автомобиль стоит как-то неудобно, мы его можем легко подвинуть нажатием клавиши на диспансионном пункте управления сигнализацией. Это легко делается как назад, так и вперед. На этом, я думаю, все. Приезжайте к нам. 91-й км МКАД. Будут новые поступления. Вот таких вот прекрасных вариантов в рестайлинговом исполнении. Новых, с небольшими пробегами. Если было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. У нас на канале выкладывается видео обзор про каждый автомобиль. Вы можете посмотреть, что есть в наличии, дистанционно. Также есть телеграм-канал. Вы можете заходить туда и онлайн общаться, задавать вопросы нашим менеджерам. Мы вас ждем каждый день, без выходных. С 10 утра до 6 вечера. Ждем.